Время 16 часов. Включите режим регистрации. Время 16 часов. 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 Вашему вниманию представляется законопроект, который направлен на решение довольно актуальной на сегодняшний день проблемы. Речь идет о спаме. По данным опроса на сегодняшний день почти 76% пользователей заявили о том, что это достаточно негативное явление. Дело в том, что осуществляя свою деятельность, оператор связи по приему передачи сообщений не имеет возможности на сегодняшний день фильтровать сообщения или отказаться от доставки отдельных сообщений. Даже если на то имеются сведения о том, что это рассылка, на получение которой абонент не давал своего согласия. Законопроектом вводится новое понятие «рассылка по сети подвижной радиотелефонной связи коротких текстовых сообщений». Сущность предлагаемого понятия раскрывается на трех критериях. Это массовость, автоматический характер и использование номеров, не предусмотренных российской системой и планом нумерации. В законопроекте предполагается предусмотреть, что законной является только та рассылка по сети подвижной радиотелефонной связи, в отношении которой абонент дал свое согласие. При этом абоненту предлагается предоставить право обратиться к оператору с требованием прекратить рассылку от конкретного отправителя. Также стоит обратить внимание на то, что в предлагаемых изменениях не будут распространяться на отправку сообщений абонентов в личных целях. И необходимо отметить, что принятие данного законопроекта не повлияет на обеспечение своевременного информирования абонента в случае их установленных в законодательстве, в том числе при возникновении чрезвычайных происшествий. Данный законопроект обсуждался не раз на площадке Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества. В процессе обсуждения законопроекта как операторы связи, так и ведомства поддержали данный законопроект. На законопроект имеется официальный положительный отзыв правительства Российской Федерации. В настоящее время осуществляется работа по доработке законопроекта с учетом полученных замечаний от правительства Российской Федерации. В этой связи прошу, уважаемые коллеги, поддержать данный законопроект в первом чтении. Спасибо. Спасибо, Людмила Николаевна. Садокладом выступает Алексей Валентинович Митрофанов. С места включите микрофон. Уважаемые коллеги, комитет Государственной думы по информационной политике, информационной технологии и связи рассмотрел внесенные членами Совета Федерации Буковой, Казаковцевым, депутатами Госдумы Железняком, Ивановым, Деньгиным, Крупенниковым и другими проектом федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о связи. Хочу сказать следующее. В целом, комитет поддерживает представленные поправки. Как уже было сказано докладчицей, рассматривающий законопроект регулирует порядок рассылки по сети подвижной радиотелефонной связи, коротких текстовых или иных неголосовых сообщений и направлен на обеспечение защиты абонентов от нежелательной рассылки. В целом, мы поддерживаем концепцию законопроекта, однако обращаем внимание, что отдельное положение законопроекта нуждается в уточнении и в согласовании с нормами федерального закона о связи. В частности, пункт 1 статьи 1 законопроекта предлагает статью 2 действующего федерального закона дополнить новым понятием рассылку по сети подвижной радиотелефонной связи, которая включает массовую или автоматическую отправку абонентам коротких текстовых или иных неголосовых сообщений по сети подвижной радиотелефонной связи, либо отправку абонентам коротких текстовых или иных неголосовых сообщений с использованием нумерации, не соответствующей российской системе и плану нумерации. Ну вот, полагаем, что предполагаемая редакция данного понятия требует доработки, поскольку выражение «массовая отправка», также иные неголосовые сообщения не определены ни законопроектом, ни действующим законодательством Российской Федерации о связи, что может привести к затруднениям в правоприменении этой нормы. Пункт 2. Статья 1 законопроекта предусматривает статью 18 «Право на присоединение сетей электросвязи» действующего федерального закона дополнить новым пунктом, обязывающим оператора связи ограничить пропуск на свою сеть трафика, содержащего рассылку по сети подвижной радиотелефонной связи, осуществляемую с нарушением требований указанного федерального закона. Ну, очевидно, что предлагаемая правовая норма относится к предмету правового регулирования не статьи 18, а статьи 46 обязанности оператора связи указанного федерального закона, в которую надо внести указанное дополнение. Ну, есть еще ряд здесь предложений, которые, безусловно, можно учесть ко второму чтению. С учетом вышеизложенного, еще раз повторюсь, Комитет Государственной Думы по информационно-политике и информационным технологиям и связи предлагает принять проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о связи в первом чтении. Спасибо, Алексей Валентинович. Есть ли вопросы, коллеги? Есть включитель режим записи на вопросы? Покажите список. Тарнавский Александр Георгиевич. Спасибо, Иван Иванович. Вопрос докладчику. Уважаемая Людмила Николаевна, в принципе, фракция позитивно относится к настоящему законопроекту, внесенному, как я понимаю, коллегой Готаровым, который в свое время исполнял функции члена Совета Федерации, а потом присоединившись к ним коллегам. Но вопрос заключается в том, не выплесним ли мы вместе с водой ребенка. Фактически мы запрещаем, фактически мы запрещаем несогласованную рассылку. Но вот я, к примеру, приведу, каждый из нас связан с деятельностью тех или иных банков. Если мы общаемся с какими-то банками, будь то делаем денежный перевод или еще какой-то, мы оставляем свой след. После этого нам часто банки высылают какие-то предложения, например, по процентам, по вкладам, по инструментам доходности. И если мы запрещаем, например, банкам это делать, а это не только банки, мы фактически лишаемся источника получения бесплатной информации. Так это или нет? Нормально ли это? Спасибо. Людмила Николаевна Бокова на карточку Мукобеновой. Включите микрофон. Спасибо большое за вопрос. В данном случае мы предполагаем, что те рассылки, которые действительно соответствуют законодательству Российской Федерации и, собственно говоря, с позиции государственных учреждений, обозначенных позиций государственных учреждений, они не подлежат запрету. В данном случае мы больше нацеливаем на то, что нежелательная для абонента рассылка должна попадать под запрет. То есть в данном случае предполагается как раз-таки договорных согласительных отношений между оператором связи, заказчиком рассылки и самим абонентом. Но никак не ущемляет или не устраняет так называемый полный запрет. Спасибо. Костунов Илья Евгеньевич. Спасибо. Людмила Николаевна, правильно ли я понял, что ваше предложение относится только к тем сообщениям, которые не имеют рекламного характера, потому что в законе рекламы есть статья 18 «Реклама, распространяемая по сетям электросвязи». И там сказано, что распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной фоксимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламодатель не докажет, что такое согласие было получено. Рекламодатель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившись к нему с таким требованием. Также не допускается автоматическая рассылка. Вот вам не кажется, что происходит дублирование существующих норм или все-таки ваше предложение касается только тех сообщений, которые не могут быть признаны рекламными? Спасибо. Людмила Николаевна Бокова на карточку Мукабиновой. Спасибо большое за вопрос. На самом деле, я думаю, что именно те нормы, которые в данном случае мы прописываем законодательно, то есть я имею в виду те критерии, которые будут характеризовать именно спам, а мы здесь в данном случае, несмотря на то, что правительство сделало нам замечание по поводу этих критериев, тем не менее они основываются на международном регламенте Союза электросвязи. Они подразумевают как раз-таки прозрачность тех, в том числе и рекламных рассылок, которые в данном случае могут быть осуществлены. То есть нам важно будет понять, где действительно узконаправленный спам, а где нормальная продуманная реклама, и эта реклама, собственно говоря, рассылается с разрешения абонента. Дублирования здесь нет, тем более, что мы не вносим поправки в закон о рекламе. Спасибо. Федоткин Владимир Николаевич. Владимир Николаевич, вот у нас служебный с вами телефон, и уж кто только не присылает по стране нам с вами разные предложения, и услуги, и товары, причем это частные фирмы, наверняка они от таких смсов, рассылок получают немалую прибыль. Вот какие меры есть, я так сейчас всем понял, серьезные, чтобы эти меры были сильнее, чем прибыль, которую они получают. Пока у них есть прибыль, они все равно будут нарушать закон, к сожалению, это мы сталкивались с вами. Что я должен по каждому случаю куда-то в суд писать в прокуратуру, чтобы кто-то мне больше не присылал, не отвлекал меня во время заседания. Да их тысячи. Вот как повлиять? Ради прибыли они пойдут на все, что угодно, это вы сами знаете. И судиться, и разбираться с каждым, ни у кого у нас столько времени не хватит. И второй момент. Вот нам на служебный телефон присылают эти смс-ки, они платят или Дума платят? Пожалуйста, Людмила Николаевна. Уважаемые коллеги, я еще раз подчеркну, что в данном законе как раз-таки мы прописываем право, наделяем этим правом фильтрации сообщений отправителя, оператора связи. То есть на сегодняшний день, еще раз подчеркну, что нет такого права у операторов сообщения фильтровать или у них в обязательном праве прописано, что они должны доставить эти сообщения. Поэтому, соответственно, страдает сам потребитель от негативного, в том числе тех рассыл, которые мы называем с вами спамом. Поэтому я считаю, что если мы создаем такое право оператору, то самым, наверное, жесткими санкциями будут как раз-таки технические, а не правовые. Спасибо. Спасибо. Шурчана Валентин Сергеевич. Спасибо, Иван Иванович. У меня вопрос к Людмиле Николаевне. Уважаемая Людмила Николаевна, вот разъясните, пожалуйста, конкретный жизненный пример. Допустим, я председатель гаражного кооператива. У нас там 120 машин. Нужно провести общее собрание участников вот этого кооператива. Они введены, допустим, в базу данных и объявления, ну, отправляли, и в конечном итоге они получали смс-сообщение, как-то вот была информация. Ну, точно так же общественная организация хочет провести, допустим, свое собрание, точно таким же образом рассылается. Вот это входит тогда, или нужно будет тогда нам оформлять отдельные, как бы говоря, их разрешения, чтобы мы им направляли такие смс-ки на собрание, на митинг, на… Спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое за вопрос. На смс-рассылки личного характера данный закон никак не повлияет. Спасибо. Никитчук Иван Игнатьевич. Спасибо, Иван Иванович. Уважаемая Людмила Николаевна, вот вам честно скажу, вот меня уже просто за, как это сказать, замучили вот эти, это сказать, эти вот самые сообщения, которые приходят, смс-ки. Ну, вот если мы проголосуем за вас законно, это значит, что завтра я вот этих вот, от этого информации этой буду освобожден, и меня не будут мучить там, что у кого-то там цены на 10% снизились, еще чего-то там упало у кого-то, не поднялось. Вот как вы вот это вот объясните мне? Спасибо. Пожалуйста, Людмила Николаевна. Спасибо большое за вопрос. Ну, то, что у кого падает, я здесь не могу ручаться или как-то поддерживать законодательно. Но, тем не менее, я хотела бы пояснить, что действительно проблема на сегодняшний день актуальна. Мы ее очень серьезно обсуждали на площадке Совета Федерации, на площадке Временной комиссии Совета Федерации, подходили, искали возможные варианты не только, скажем, законодательной регулировки этого процесса, но и техническую сторону этого вопроса мы точно так же отрабатывали с операторами связи. Я рассчитываю на то, что как только законопроект вступит в силу, все-таки некоторая правоприменительная практика в этом будет, но предварительный разговор с операторами уже был, что они гарантируют эту возможность блокировки нежелательного спама именно исходя из технических регламентов, потому что в данном случае мы предоставляем им право это делать, что до этого у нас законодательно нигде было не отрегулировано. Спасибо. Савельев Дмитрий Иванович. Спасибо. Людмила Николаевна, в своем выступлении Вы отметили, что при получении вот такого спам-сообщения или спам-сообщений, соответственно, абонент вправе обратиться к оператору. А что же делать, если это делается с ведом оператора или может быть даже самим оператором для извлечения прибыли? Как быть тогда? Какие эффекты, так сказать, могут быть достигнуты или наоборот недостигнуты? Как это регламентируется Вашим законом? Это первое. И второе уже такой расширительный вопрос. Каковы перспективы введения аналогичных норм для блокирования спам-рассылок, ссылок по электронным адресам физических лиц? Спасибо. Пожалуйста, Людмила Николаевна. Чрезвычайные происшествия не смогут воспользоваться оповещением. Поэтому это их была в том числе и просьба законодательно отрегулировать данный вопрос. И в качестве дополнительной меры для защиты абонентов от нежелательных рассылок предполагается возложить часть бремени доказывания наличия согласия абонента на получение рассылок не на оператора даже, а на заказчика самих рассылок. Потому что иногда оператор оказывается вынужденным рассылать. То есть это не его собственность, собственно говоря. Спасибо. Потапов Александр Владимирович. Уважаемая Людмила Николаевна, не кажется ли вам, что в целом при позитивном настрое, при проведении этого законопроекта, мы теряем очень серьёзную проблему, с которой сталкиваются избиратели, когда к ним приходит, ну скажем так, навязывание финансовых услуг, кредит банка. И это очень опасно. Да, можно обращаться, но потом всё это тянется, потому что люди иногда случайно могут нажать кнопку, согласиться с совершенно ненужной навязываемой услугой, и потом концов не найдёшь. Их вызванивают, их требуют, значит, дают им деньги, всучивают и так далее, и так далее. Вот эта проблема как-то уходит из нашего поля зрения? Уважаемая Александра Владимирович, спасибо большое за вопрос. Я думаю, что в данном случае предположить гипотетически, как это в дальнейшем отразится, мы сможем только исходя из практики правоприменения. Но если у вас есть конкретные предложения в развитии данного законопроекта, мы готовы их рассмотреть. Спасибо, коллеги. Есть и желающие выступить. Есть включить режим записи на выступление. Покажите список. Коллеги, согласимся, по одному от фракции? Тарнавский Александр Георгиевич, он один от фракции, а остальные определятся, пожалуйста. Остальные пусть думают, подерутся за выступление. Я не удовлетворен ответом на поставленный вопрос, и поэтому взял слово. Я хочу, у нас в законопроектах есть авторство всегда, и раз Людмила Николаевна докладывает, я хочу, чтобы конкретно или в будущем, или в ответном слове, в заключительном, она все-таки ответила на конкретный вопрос в рамках того, что она сказала. У нас в стране, наверное, около половины женщин. Они у нас красивы, хорошо одеты. Если взять женщин, сидящих в этом зале, они у нас очаровательные не только душой, но и внешне. И, наверное, думаю, многие из них, посещая разные магазины, берут тут рядом ЦУМ, ГУМ, сотни магазинов. Многие получают карточки и получают смс-сообщения. Пришла новая коллекция, распродажа или что-то иное. И если мы это им запрестим, и я на месте любой из присутствующих здесь дам, мне как-то сложно, с каждым магазином они должны заключать договоры. Очень странно. Если мы это запретим, то я не исключаю, что наши женщины часть времени будут проводить с тем, чтобы посещать эти магазины и не находиться в зале заседания, а я не хотел бы их терять. Вот я и на них смотреть во главе с Иваном Ивановичем, председательствующим в этом зале заседаний. Поэтому мне кажется, что ко второму чтению все-таки надо подумать, ответить на вопрос. Да, есть минусы, есть навязчивая рассылка неких финансовых услуг. Но есть, безусловно, и большое, хорошее удобство для всех. Я взял пример женщин. Наверное, есть и другие удобные вещи. И хотелось бы, чтобы мы, принимая законопроект, прошли, как говорят, между ссылой и харибдой. Закрыли те неудобства, но при этом оставили те удобства, которые сейчас есть, которыми мы все, мужчины, женщины, пользуемся для того, чтобы не бегать по магазинам, не выискивать товары или какие-то другие услуги, а получать эту информацию полезную для нас даже по этим спам-сообщениям. Мне кажется, что неразумно, если наши, например, дамы, еще раз повторюсь, будут с сотнями магазин подписывать какие-то соглашения. Это просто физически нереально, да и это создает им определенные личные неудобства. И если это действительно так, и я правильно понимаю ситуацию, то, уважаемый мужчина, это отразится, видимо, и на нас не так представляется. Я полагаю, что мы проголосуем за этот законопроект в первом чтении, но мне кажется, что надо очень хорошо подумать, чтобы взвесить и обсудить эту ситуацию с разных сторон. Спасибо, Александр Георгиевич. Чуйченко, Роман Георгиевич. Спасибо, Иван Иванович. Закон, безусловно, своевременный, безусловно, нужно, безусловно, принимать его надо и в первом, втором и третьем чтении. Надо продолжать работу в этом направлении, потому что спам, интернет спам и мобильный спам представляют из себя очевидные издержки работы и пользования сетью. И надо сказать, что Россия по последним исследованиям находится по общему числу спама на четвертом месте с 9%. Это нам четкий сигнал относительно того, что меры надо предпринимать. Ну и следует понимать, что мобильный спам – это совершенно такое специфическое явление, это лазейка для разного рода злоупотреблений в сети, это, прежде всего, способ рассылки вредоносных программ, что может привести, в частности, к краже персональных данных. Это, безусловно, добросовестная реклама, реклама сайтов, которые предоставляют тем или иным образом не очень вписывающиеся в не очень законные услуги, там, нелецидионные лекарства, может быть, наркотические смеси и так далее. Можно продолжать бесконечно этот ряд. Ну и просто это навязанная услуга, которая может использоваться в определенных ситуациях самым, в общем-то, неблаговидным способом. Поэтому, безусловно, закон полезный, правильный, нужный, и фракция «Единая Россия» его поддержит. Спасибо. От ЛДПР два выступления по три минуты. Деньги, Вадим Евгеньевич. Спасибо, Иван Иванович. Я здесь несколько сделаю реплик нашим коллегам, депутатам. Я поддержу госпожу Бокову. Коллеге Тарнавскому скажу, что не надо давать свой мобильный телефон, оставлять в карте заполнения анкеты на бонусную карту, скидочную карту. Оставляйте любой другой телефон или оставляйте вообще без телефона. Естественно, мошенники или те, которые занимаются вирусной рассылкой, всегда используют это для того, чтобы вам направить необходимую информацию для реализации собственного товара. Это практикуется везде, а тем более хочу дальше уже плавно перейти к господину Никитчуку, который говорит, что ему приходит на телефон огромное количество СМС-рассылок. Надо задаться вопросом, откуда депутатские телефоны находятся в базе товарищей, которые рассылают данные СМС-рассылки, а также большинство граждан Российской Федерации, подпадающие под эту рассылку. Еще здесь говорили о том, что коллега Потапов про то, что эта СМС-рассылка в кавычках впаривает нашим гражданам какие-то пункты товаров. Но здесь нужно рассказывать больше гражданам о том, что в социальной рекламе, что кругом сплошь и рядом подобное мошенничество распространено. Так поймите правильно, СМС-ки бывают как и просто рекламными, так и мошенническими. Допустим, кто-то постоянно рассылает, там, вашей маме плохо, позвонить на этот телефон. Все звонят на этот телефон, соответственно, тратят собственные деньги, попадают на большие суммы. То есть закон очень важен сейчас. И, как сказала госпожа Бокова, 76% граждан Российской Федерации действительно поддерживают. И вчера мне пришло порядка 5 или 10 смс-рассылок от такси до трусов покупки. Я, конечно, ни на что это не подписывался, но сам факт появления моего телефона в базе данных, а уж тем более возможности воздействия на него или вскрытия его, дает возможность мошенникам совершать иные преступления уже более глобального масштабного характера. Поэтому, на мой взгляд, во втором чтении, естественно, надо предусмотреть все те моменты, которые указало и правительство, чтобы закон был сбалансированным. Естественно, поправок может быть достаточно много, может их вообще не будет, но самое главное, чтобы мы учли все те проблемы, которые так или иначе висят в этих комментариях. Поэтому фракция УДПР, естественно, поддержит этот, безусловно, важный закон. И очень надеемся, что он в самое ближайшее время повлияет на дружелюбных нам сотовых операторов, которые сами не хотят связываться с подобным мошенничеством и вирусной рекламой. Спасибо. Спасибо. Сверидов Валентин Валентинович. Спасибо, Иван Иванович. Уважаемые коллеги, на то, что закон принимать нужно, и фракция УДПР будет голосовать за, уже сказано. Хотел бы от себя пару моментов добавить. Коллеги Деньги, но скажу, что, к сожалению, сейчас во многих случаях без указания телефона мобильного невозможно не зарегистрироваться на сайте получения каких-то услуг, не оформить какую-то бонусную скидочную карту, потому что условием подписания на данную услугу является смс, которая приходит на номер твоего мобильного телефона, который содержит какой-то код, которым ты должен подтвердить факт твоей регистрации в том или ином месте. Ну, на самом деле, рассылка информации ведется не только по методу сбора номеров мобильных телефонов, которые мы сами где-то указываем, а я знаю, что она идет, как говорится, совершенно хаотично, допустим, зная один номер телефона, потом последовательно просто операторы либо машины добавляют какие-то цифры, идет ряд случайных чисел, и идет вот эта самая рассылка. Но я хотел бы обратить внимание профильного комитета еще на один очень важный момент, который вызывает раздражение, наверное, это самое мягкое слово. У нас сейчас сотовыми телефонами пользуются все, в том числе люди старшего поколения, которые, к сожалению, не все понимают, что такое смс, не все читают эти смс. И наши сотовые операторы в последнее время стали грешить следующую услугу. Они присылают смс о том, что уважаемый абонент, вам подключена такая-то услуга, вы можете пользоваться тем-то или тем-то, заходить на такие-то сайты. В течение первого месяца услуга бесплатная, начиная со второго месяца пользования, вы будете платить 50, 70, 100 рублей в месяц за пользование этой услуги. Вы можете отказаться от этой услуги, для этого вы должны отправить смс, либо позвонить на какой-то указанный номер. Вы можете себе представить, что подавляющее большинство людей старшего поколения, кто не владеет искусством этих коротких сообщений, не понимает этого, как правило попадают в проса в таком случае, попадают, что называется, на деньги. Поэтому я хотел бы профильный комитет обратить на это самое пристальное внимание, на эту проблему, и нам надо как-то с нашими сотовыми операторами, у нас их, к счастью, не так много, надо провести какое-то исследование и серьёзно взяться за решение этой проблемы, чтобы этого навязывания услуг и обирания наших граждан этого не происходило. Закон будем поддерживать. Спасибо. Спасибо. Сергей Владимирович Железняк по ведению. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, хочу обратить внимание, что вчера на Совете Государственной Думы было предложено сократить срок рассылки законопроекта данного до второго чтения сроком на две недели вместо месяца, и все члены Совета Балаты это предложение поддержали. Прошу это предложение зафиксировать в протоколе и учесть в момент голосования. Спасибо. Спасибо. Людмила Николаевна, будете ещё раз выступать с заключительным словом? Нет. Спасибо. Алексей Валентинович? Тоже нет. Выносим законопроект на час голосования. Коллеги, переходим к рассмотрению дополнительного вопроса, включённого в порядок работы. Проект федерального закона о мерах социальной поддержки граждан, имеющих трёх и более детей, и внесения изменений в статью 28 Земельного кодекса Российской Федерации. Докладывает Балашов Балаш Курбан Магомедович. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги! Как следует из пояснительной записки, законопроект разработан во исполнении под пункта А, пункта 6, перечня поручений президента Российской Федерации от 11 февраля 2013 года под номером 243 ПР. Согласно указанному поручению, необходимо предусмотреть обязательный учёт критерия нуждаемости улучшения жилищных условий и возможность применения субъектами Российской Федерации альтернативных предоставлений земельных участков формы улучшения жилищных условий семей, имеющих трёх и более детей, включая предоставление жилых помещений по договорам социального найма, применение льготного и потечного аккредитования, с их согласия и при соблюдении принципа прозрачности и справедливости. В целях исполнения указанного поручения президента Российской Федерации законопроектом предлагается внести изменения в статью 28 Земельного кодекса Российской Федерации, предусмотрев, что при предоставлении земельных участков субъектами Российской Федерации может учитываться критерий нуждаемости в улучшении жилищных условий. Кроме того, законопроектом предусматривается право регионам предоставлять гражданам, имеющих трёх и более детей, в качестве альтернативных предоставлений земельных участков, иные меры поддержки. Однако цель таких альтернативных мер всегда должна быть общей, обеспечение таких граждан жилыми помещениями. При этом необходимым условием предоставления альтернативных мер является согласие граждан, имеющих трёх и более детей. К законопроекту есть ряд замечаний, которые необходимо учесть ко второму чтению. Альтернативные меры должны быть соизмерены предоставлению участка. Это необходимо напрямую прописать в законопроекте. Дополнительно нужно обсудить, какими могут быть такие альтернативные меры. Вместе с тем, эти замечания могут быть учтены при доработке законопроекта ко второму чтению. Учитывая вышеизложенное, комитет поддерживает законопроект и рекомендует Государственной Думе принять его при рассмотрении в первом чтении. Спасибо. Коллеги, есть ли вопросы? Есть. Включите режим записи на вопросы. Покажите список. Галина Петровна Хованская. Спасибо. Уважаемый Балаш Курбан Магомедович, скажите, пожалуйста, вот сегодня был принят во втором чтении законопроект под номером 444-365-6, этим же комитетом, представленный ко второму чтению, в котором статья 28 и другие признаются утратившими силу. А в вашем законопроекте вы вносите изменения в статью, которая признана утратившей силу или будет признана ранее. Как это может произойти, это первый вопрос. И ознакомились ли вы с заключением комитета? Пожалуйста, центральную трибуну включите. Законопроект данный не противоречит. У нас есть заключение вашего комитета, в котором есть ваши замечания. Они некоторые содержат рациональные предложения, которые могут быть учтены ко второму чтению, они будут рассмотрены, но этот законопроект вовсе не ущемляет тот законопроект, о котором вы говорите. Он, наоборот, синхронизировано, оно не исключая никакие пункты, наоборот, дополняет и создает дополнительные условия для многодетных детей. Дается право субъектам Российской Федерации, исходя из критерий нуждаемости, определять, какие семьи еще больше нуждаются в дополнительной помощи. И поэтому этот законопроект, я считаю, что абсолютно не ущемляет и не запрещает другие законопроекты. Спасибо. Есть и желающие выступить. Есть. Галина Петровна Хованская. Еще есть желающие? Нет. Тогда одна Галина Петровна Хованская. Включите микрофон, пожалуйста. Спасибо. Уважаемые коллеги. Помимо вот этого момента, о котором я сказала, недосмотра авторов и поспешности внесения, видимо, статья исключена одним законопроектом сегодня же, во втором чтении. Сейчас предлагается в первом чтении внести в несуществующую статью изменения. Но это как бы техническая недоработка, оплошность, как угодно называйте. Но есть еще один момент. На сегодняшний день у нас многодетные семьи, не только стоящие на учете нуждающихся, имеют право на получение земельного участка. Таким образом, слова о том, что мы не ущемляем, не нарушаем, мы резко сокращаем круг многодетных семей, которые могут воспользоваться этим правом на получение земельного участка. Если у этой семьи на метр больше, чем учетная норма, установленная в муниципальном образовании, они уже не смогут претендовать на получение этого земельного участка. Так что законопроект противоречит 55-й статье части 2 Конституции Российской Федерации, потому что ограничивает круг граждан, которые до этого могли воспользоваться правом из числа многодетных семей на улучшение жилищных условий, в том числе и таким способом, или распорядиться каким-то иным образом этим земельным участком. Поэтому поддержать такой законопроект мы не можем. Спасибо. Спасибо, Галина Петровна. Докладчик будет еще раз выступать? Нет, выносим законопроект на час голосования. 35-й вопрос порядка работы. Проект федерального закона об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и внесения изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации. Докладывает Михаил Борисович Терентьев. С места включите микрофон. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, проект федерального закона устанавливает особый порядок реализации прав граждан на пенсионное обеспечение постоянно проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополь, а также создает условия для организации индивидуально персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного страхования граждан. Мы предлагаем пенсии, установленные до 1 января 2015 года по законодательству, действующему на данных территориях по состоянию на 21 февраля 2014 года, пересчитать в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом мы учитывали следующую особенность переходного периода. До 2002 года пенсионные права граждан определяются на основании документов, выдаваемых работодателями. Нам достаточно видеть стаж и заработную плату для учета пенсионных прав. После внесенных изменений в законодательстве с 2002 года также необходима информация индивидуального учета, то есть сколько уплачено страховых платежей. А такие сведения отсутствуют на территориях Республики Крым и города Севастополя за период с 2002 года по 2014 год. Поэтому проект федерального закона содержит особые положения по оценке пенсионных прав застрахованных лиц за период с 1 января 2002 года по 31 декабря 2014 года. Предусматривается, что сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за период работы по трудовому договору будет определяться, исходя из индивидуальной части тарифа страховых взносов, направленного на финансирование страховой части пенсии по старости и среднемесячной зарплаты в размере 24 245 рублей 70 копеек, что примерно соответствует размеру заработной платы при граничных южных регионах Российской Федерации. Здесь важно отметить, что при расчете размера пенсии право на пенсию не будет пересмотрено. Для тех граждан, которые осуществляют деятельность по гражданско-правовым договорам, для конвертации пенсионных прав будет применяться стоимость страхового года на 2014 год. Период работы с 18 марта 2014 года до 1 января 2015 года приравнивается к периодам работы и иной деятельности, в течение которой уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и включается в страховой стаж. Напомню, почему выбрана именно 18 марта – это дата проведения референдума. С 1 января 2015 года будет действовать российское законодательство, и мы должны в сжатые сроки в полном объеме подготовить систему персонифицированного учета. По предварительным оценкам Министерства труда и социальной защиты необходимо пересчитать пенсии 615 600 человек и установить пенсии в 2015 году для 52 640 человек, первично обратившихся согласно российскому законодательству. При этом в случае обращения граждан за назначением пенсии в течение всего 2015 года мы предлагаем назначать ее с 1 января 2015 года. Сегодня, как вам известно, гражданин начинает получать пенсию с даты заявления при наступлении пенсионного возраста. При этом льготные условия распространяются на граждан, постоянно проживающих в Крыму, на дату 18 марта. На тех граждан, кто приехал после этой даты, распространяется общий порядок назначения пенсии. Еще раз подчеркиваю, перерасчет размера пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации мы предлагаем осуществить с 1 января 2015 года. При этом напоминаю, что в текущем году правительство Российской Федерации в четыре этапа повышает размер получаемых выплат пенсионерам в соответствии с указом президента России. И к августу 2014 года, относительно марта, каждый пенсионер будет получать выплаты в целом в два раза больше. Поэтому мы предлагаем при расчете пенсии гражданина с 1 января выплачивать в прежнем более высоком размере, если размер ее не достигнет, размер пенсии выплачен по состоянию на 31 декабря 2014 года, с учетом ежемесячной выплаты к этой пенсии на основании указа, о котором я говорил, и с учетом того, что отдельные категории граждан могут получать одновременно две пенсии в соответствии с Федеральным законом о страховых пенсиях. Особо хочу отметить, что сама процедура пересчета размера пенсии будет осуществляться без истребования от гражданина заявления. Для цели пенсионного обеспечения соответствующие документы выданные на украинском языке принимаются без перевода на русский язык. Период работы на территории Украины до 18 марта 2014 года и на территории Республики Крым и города Севастополя до 1 января 2015 года, а также размер заработной платы подтверждаются документами, выданными работодателями или соответствующими государствами или муниципальными органами власти. При установлении и выплате пенсии учитывается льготный статус гражданина на основании правоустанавливающих документов, в том числе об установлении инвалидности. Формирование системы персонифицированного учета, то есть появление пенсионного дела, будет осуществлено по данным, предоставляемым у ФМС и ЗАГС, у которых эти данные будут появляться после выдачи паспорта гражданину России, постоянно проживающей в Республике Крым и городе федерального значения Севастополь. На сегодня по общему порядку гражданин должен заявить о получении СНИЛС. Здесь мы вводим, конечно же, льготный порядок. В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что данный законопроект затронет судьбы 667 тысяч пенсионеров, и это без учета решения вопросов социальных пенсий и некоторых других категорий граждан. При этом средний размер пенсии по старости, который получали граждане, составлял в Крыму 5200 рублей, а в Севастополе чуть больше, то есть это в два раза ниже, чем наш средний уровень пенсии по старости в целом по России. Да, задача переходного этапа трудная для пенсионного фонда, но выполнимая. Если сотрудники отделения пенсионного фонда в Крыму и Севастополе будут так же плодотворно работать, как мы, при подготовке данного законопроекта с представителями федерального правительства. Конечно, многие из вас сегодня выскажут замечания и предложения, поэтому с учетом необычной задачи мы специально пригласили на наше обсуждение заместителя министра по труду и социальной защите Пудова Андрея Николаевича, который готов так же будет ответить на ваши вопросы. Ну а я, воспользуясь случаем, хочу поблагодарить правительство за оперативность переподготовки данного законопроекта и направление положительного заключения. Уважаемые коллеги, прошу поддержать данный законопроект в первом чтении. Спасибо. Спасибо, Михаил Борисович. Садоклана выступает Андрей Константинович Исаев. Уважаемые коллеги, уважаемый Иван Иванович, ну все достаточно очевидно, крайне необходимый, очень актуальный вопрос. Он значим и политически, он значим социально. С 1 января 2015 года для жителей Крыма и Севастополя будет установлена пенсионная система, идентичная в целом Российской Федерации. Нам очень повезло, и в этом смысле свидетельство, что Бог с нами, что еще осенью прошлого года до всех этих событий мы приняли решение о том, что с 1 января 2015 года меняется наша пенсионная система. Поэтому в данном случае эти изменения будут синхронизированы. Это очень здорово, это избавляет нас от громадного количества проблем, которые могли бы возникнуть при иной ситуации. Люди, безусловно, от этого выиграют. Как уже сказал Михаил Борисович, в 2 раза в среднем повысится пенсия. Хочу обратить особое внимание, что на сегодняшний день пенсия лиц, проживающих на Украине, а следовательно и на момент присоединения в Крыму и Севастополе в 2-2,5 раза ниже, чем пенсия в Российской Федерации. Но есть отдельные категории, у которых с учетом указа президента от России от 31 марта 2014 года пенсии окажутся выше, чем в Российской Федерации. Вот хочу сказать, что для этих категорий предусмотрено, что они не потеряют при вводе новой пенсионной системы, для них будет сохранен прежний, более высокий уровень пенсионного обеспечения. Выигрывают и будущие пенсионеры, те, кто сегодня работает, потому что Михаил Борисович назвал цифры, которые будут учитываться при зачтении им их пенсионного капитала, по старым понятиям, скажем так, пенсионных прав в соответствии с новым законодательством. Их пенсионные права будут рассчитываться, исходя из суммы 24 245 рублей 70 копеек. Это сумма среднего заработка в ряде южных регионов России на 2014 год. Но, обращая внимание, это заработок в 2014 году, а им это будет учитываться с 2002 года. Поэтому в данном случае они оказываются в достаточно хороших условиях, в достаточно хорошей ситуации. Хотел бы сказать, что в целом этот законодательство, еще раз хочу сказать, чрезвычайно позитивен. При этом нам потребуется его серьезно доработать. По ряду причин. Первое. Нам необходимо определить источник, по которому будут покрываться вот эти дополнительные, названные мной возникающие расходы. Таким источником, с нашей точки зрения, должны быть региональные бюджеты Крыма и Севастополя. Значит, нам необходимо решить вопросы, связанные с нестраховыми периодами. Не очень ясно сказано в законодательстве, попадают ли нестраховые периоды служба украинской армии. И, наконец, там в законе содержатся нормы, которые регулируют общефедеральное законодательство. Политически комитету представляется неправильным, чтобы через законы по Крыму регулировались общефедеральные пенсионные законы. Давайте решим этот вопрос отдельно. Само по себе решение достаточно положительное. Уважаемые коллеги, комитет предлагает принять указанный законопроект в первом чтении. И мы в ближайшее время активно поработаем, доработаем его, уберем возможные содержащиеся там недостатки. И уже в лето войдем с решением о позитивном пенсионном обеспечении наших новых сограждан в Крыму и Севастополе. Спасибо. Спасибо, коллеги. Есть ли вопросы? Есть включить режим записи на вопросы? Я прошу компактно отвечать на вопросы только. Покажите список. Гудков Дмитрий Геннадьевич. Спасибо большое. Андрей Константинович, подскажите, о какой сумме ежегодно идет речь, сколько будет стоить пенсионное обеспечение граждан РФ, которые проживают в новых субъектах? Депутату Исаеву включите микрофон. Спасибо. Ну, уважаемые коллеги, 600 тысяч человек, как было уже сказано, являются сегодня пенсионерами в Крыму и Севастополе чуть больше. Соответственно, средняя пенсия с августа там будет составлять чуть больше 10 тысяч рублей. Мы можем посчитать таким образом 6 миллиардов в месяц, чуть больше опять-таки будет составлять пенсионное обеспечение. Как вы понимаете, никаких накоплений Киев нам не передаст. Спасибо. Смолин Олег Николаевич. Уважаемый Андрей Константинович, закон, конечно, хороший, его нужно принимать. В продолжение темы о сохранении. На Украине, как известно, существуют научные пенсии, 70% от заработной платы по основному месту работы докторов и кандидатов наук. Будут ли сохранены наук в Крыму эти пенсии? И второй вопрос. Не готов ли комитет рассмотреть вопрос о возведении аналогичных пенсий в Российской Федерации? Тем более, что это было предусмотрено указом президента Ельцина еще 1996 года. Депутат Исаева, включите микрофон. Спасибо большое. Олег Николаевич, ну, конечно, комитет, вы знаете, наш комитет готов увеличивать пенсии всем. И считает это правильным и позитивным. К сожалению, финансовые возможности не всегда позволяют нам это делать. В данном случае, данным законопроектом предусмотрено, что все, кто получит более высокие пенсии, а именно те самые научно-преподавательские работники, которые получили, в соответствии с указом президента, 100% прибавку получат на 1 августа следующего года, они получат больше, чем общероссийские пенсионеры, занимающиеся тем же профилем. Пока Россия не готова к тому, чтобы ввести такие пенсии для всех научных работников, я думаю, что эти пенсии будут, доплаты будут выплачиваться из бюджета Крыма и Севастополя. Спасибо. Тарнавский Александр Георгиевич. Спасибо. Вопрос докладчику. Уважаемый Андрей Константинович, объективная реальность такова, что с каждым днем жизнь в Крыму для крымчан дорожает. И к концу года она будет еще дороже, Крым приравнивается к российским другим регионам. Правильно ли я понимаю, что… Пенсия для крымчан, для пенсионеров нынешних, она будет по-настоящему российской с 1 января 2015 года. Правильно ли я понимаю, что вот в этот переходный период, в ближайшие 7-8 месяцев, крымчане будут получать меньше пенсии, нежели при прочих равных получают россияне в этой ситуации. Спасибо. Депутату Исаеву, включите микрофон. Нет, это не так. Дело в том, что уже в этом году, напоминаю вам, указом президента, от 31 марта вводится поэтапно, начиная с апреля месяца и кончая июлем, в августе будет доплата, стопроцентная к пенсиям нынешних пенсионеров, проживающих в Крыму и Севастополе. Конечно, рост цен определенный наблюдается, но я могу сказать, что рост пенсии гораздо выше, чем рост цен, который происходит сегодня в Крыму и Севастополе. Спасибо. Федоткин Владимир Николаевич. В продолжение этой темы, Андрей Константинович, то, что в России пенсии в два раза выше, чем в Крыму, ни в коей мере не означает, что наши пенсионеры живут лучше. И то, что в два раза повысимые пенсии, не означает, что пенсионеры Крыма будут в два раза лучше жить. Все определяется еще раз, отмечаем, пенсии и ценами. И то, что мы добавим 6 миллиардов рублей в месяц, мы быстренько перекачаем в карманы тех, кто торгует продуктами, питанием, лекарством, одеждой, ЖКХ и так далее. Пенсионеры могут не выиграть. Но вопрос вот в чем. В документах отмечается, что пенсионеры в Крыму имеют ряд льгот, которые имеют наши пенсионеры, российские. Что это за льготы? Можете прокомментировать. И комитет не рассматривает ли законопроект, чтобы наших остальных российских пенсионеров по этим льготам довести до уровня пенсионеров Крыма. Или там будут льготы, а у нас их не будет. Тут, наверное, нарушение какой-то прав. Депутату Исаеву включить микрофон. Спасибо большое за ваш вопрос. Я хотел бы обратить внимание, что пенсионеров в Крыму 600 тысяч человек. Пенсионеров в России 40 миллионов человек. Это разные цифры, которые требуют разных расходов из федерального бюджета. В этой связи многие из решений, которые существуют в Крыму, которые были там приняты в связи с тем, что это были решения на Украине, будут нами активно анализироваться для того, чтобы, может быть, использовать это как механизм помощи нашим пенсионерам. Но до тех пор, пока мы не примем сбалансированное и согласованное решение, до тех пор существующие льготы, существующие формы поддержки будут осуществляться из бюджета Крыма и Севастополя, как мы предполагаем. До тех пор, пока мы не выработаем единую позицию. Хотел бы сразу сказать, например, на Украине формально действует закон о детях войны. Но еще раз хочу подчеркнуть, он действует формально. Он был принят в 2004 году и с тех пор каждый раз, ежегодно, приостанавливается Верховной Радой в связи с принятием бюджета. Спасибо. Никитчук Иван Игнатьевич. Спасибо, Иванович. Андрей Консинович, вот с вашего доклада я так понял, что есть некие сомнения в возможности финансирования законопроекта. Вы сказали, что источник покрытия расходов – это бюджеты Севастополя и Республики Крым. Что там произошла? Какая-то революция, появились вдруг деньги, которые позволят обеспечить тот прирост пенсии, о котором вы говорили. Объясните, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Депутату Исаеву включить микрофон. Спасибо, уважаемые коллеги. Еще раз хотел бы подчеркнуть несколько вещей. Первое. Данный закон качественно улучшает жизнь абсолютного большинства пенсионеров, проживающих в Севастополе и в Крыму. Есть очень немного, их на самом деле реально немного, пенсионеров, которые с учетом указа президента России от 31 марта получат пенсионное обеспечение по состоянию на август этого года выше, чем им положено по российскому законодательству. Вот для того, поскольку президент заявил принцип, что никому ничего не ухудшается, для данных категорий их немного, еще раз говорю, это идет речь о десятках людей, а не о миллионах. И для них будет установлено правило, что их уровень пенсионного обеспечения не будет снижен в связи с переходом на российское законодательство. На следующей неделе мы вместе с коллегами из министерства, из пенсионного фонда и нашими коллегами из Совета Федерации планируем встретиться с руководством Крымского и Севастопольского парламентов в Крыму и обсудить механизмы финансирования соответствующих годов. Спасибо. Даны полные ответы на все вопросы. Будут ли желающие выступить? Нет. Можно выносить закон на час голосования. Спасибо. Коллеги, может быть мы на три минуты раньше объявим час голосования? Нет? Ну хорошо. Тридцать шестой вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон об электронной подписи. Алексей Валентинович Митрофанов. С места включите микрофон. Уважаемые коллеги, хотел бы представить законопроект о внесении изменений в федеральный закон об электронной подписи. Вашему вниманию предлагается проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон об электронной подписи в целях повышения эффективности электронного документа оборота при информационном взаимодействии налогоплательщика с налоговыми органами и уточнении требований квалифицированной электронной подписи. Авторами законопроекта предлагается внести изменения в статью 5, дополнив ее частью 6 о том, что требование статьи не распространяется на квалифицированную электронную подпись, используемую при оказании государственных и муниципальных услуг, использовании государственных и муниципальных функций и в других случаях предусмотренных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами. Также наличие в квалификационном сертификате идентификационного номера налогоплательщика владельца квалификационного сертификата физического лица и кода причины постановки на учет владельца классификационного сертификата для юридического лица будут способствовать снижению затрат на модернизацию информационной системы налоговых органов. В заключении Комитета по финансовому рынку указан ряд замечаний, которые, безусловно, нужно учесть при подготовке законопроекта ко второму чтению. В заключении правового управления также указано, что отдельное положение требует дополнительного уточнения, которое следует учесть при подготовке во втором чтении. В целом, законопроект технологический, нужный именно для информационной системы налоговых органов. Прошу вас поддержать его и принять в первом чтении. Спасибо за внимание. Спасибо. Садокладом выступает Дмитрий Иванович Савельев. С места включите микрофон. Спасибо, Иван Иванович. Законопроект предлагает ряд новелл. Комитет отмечает, что эти новеллы будут способствовать снижению временных и финансовых затрат на модернизацию автоматизированной информационной системы налоговых органов, перестройку рабочих процессов, в том числе по обработке электронных документов. В связи с вышесказанным, комитет считает целесообразным принятие данных изменений в законодательство, но при этом отмечает, что данные новеллы требуют доработок. В связи с вышеизложенным, комитет Государственной думы по финансовому рынку поддерживает принятие указанного законопроекта в первом чтении при условии его доработки ко второму чтению с учетом вышесказанных замечаний и предложений. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Иванович. Коллеги, есть ли вопросы? Нет. Есть ли желающие выступить? Тоже нет. Выносим законопроект на час голосования. Время как раз 17 часов. Объявляю час голосования. Третий вопрос. Проект постановления Государственной думы о календаре рассмотрения вопросов Государственной думы с 10 июня по 4 июля 2014 года. Включите режим голосования. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 которые позволяют принимать постановления в Конституционном суде меньшим числом судей, чем предусмотрено сейчас. Расширяют возможности выносить постановления без проведения публичных заседаний. Устанавливают срок подачи жалоб в этот суд, хотя ранее такого ограничения не было. Расширяют полномочия президента при решении вопросов формирования состава суда. Мы понимаем, что эти нормы несколько облегчат жизнь судей, однако они повысят управляемость суда, ухудшат правовое положение лиц, обратившихся в этот суд, снизят авторитет Конституционного суда Российской Федерации в обществе. Спасибо. Спасибо. Иванов Сергей Владимирович, с места включите микрофон. Спасибо. Уважаемые коллеги, ну понятно, пятница, конец рабочего дня, и в принципе решение уже принято, но тем не менее, данная процедура называется выступление по мотивам. Если у кого-то еще есть, так скажем, воля и возможность голосовать так, как он считает нужным, то в качестве аргумента для голосования по мотивам я вам приведу всего две вещи. Первая это вещь. Вот обычно, когда у нас вносится какой-то законопроект, нам обосновывают, что вот такая-такая ситуация, она там мешает работать и так далее. Когда мы на комитете обсуждали данный законопроект, я спросил, а были ли случаи, почему уменьшается количество судей, необходимых для приятия решений? Были ли случаи, когда судя не смогли собраться в таком количестве, там, я не знаю, заболели, лишились полномочий? Никаких таких сведений не было, поэтому вывод только один. Для чего нужно уменьшить количество судей, необходимое для принятия решений? Этот вывод следующий. Судьи не хотят принимать решения, которые, может быть, им, я предположительно говорю, может быть, им навязывают или просят принять. И вот для того, чтобы подобного не было, ну не хотите, и, как говорится, и ладно, а мы меньшим количеством судей примем данное решение, которое на данный момент нужно. Это первое. И второе, уважаемые коллеги, с этим законопроектом предполагается, что вопросы, которые будут вынесены на референдум, на них будет давать заключение Конституционный суд. То есть, по большому счету, на референдуме можно поставить большой и жирный крест, потому что у нас ни один теперь вопрос на референдум, который мы хотим вынести, не пройдет. То есть, все будут говорить, что он будет не соответствовать Конституции. У нас и так уже ситуация складывается, что кто не попадет, считает, соответствует Конституции, не соответствует. Вот не так давно обсуждали в Комитете по регламенту предложение в, изменение в наш регламент. Пустяковая, казалось бы, вещь. Но и даже здесь, говорят, наши предложения не соответствуют Конституции. Понимаете? Вот, пожалуйста. То же самое касается и референдума. То есть, у нас никогда в жизни референдума не было, даже Конституция, которая должна быть принята референдумом, она принята не референдумом всенародным, а всенародным голосованием, как его назвали тогда. Вот теперь у нас референдум общероссийский провести будет практически невозможно, с чем вас и поздравляю. А теперь можно поставить вопрос на голосование. Спасибо, Сергей Владимирович. Ставлю на голосование в третьем чтении проект федерального конституционного закона. Включите режим голосования. Закон одобрен. Двенадцатый пункт порядка работы. Проект федерального закона о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации по вопросам военной службы в органах военной прокуратуры и военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации. Второе. Чтение. Включите режим голосования. Покажите результат. Принимается во втором чтении. Было предложение принять в третьем чтении. Если желающий выступить по мотивам. Нет. Включите режим голосования. Голосуется в третьем чтении. Покажите результат. Закон принят. Тринадцатый пункт порядка работы. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления. Федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Второе. Чтение. Включите режим голосования. Покажите результат. Принимается комитет. Предлагает принять в третьем чтении. Если желающий выступить по мотивам. Нет. Включите режим голосования. Нет. Покажите результат. Закон принят. Четырнадцатый пункт порядка работы. Проект федерального закона о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. Включите режим голосования. Второе. Чтение. Покажите результат. Принят. Принят во втором чтении. Пятнадцатый пункт порядка работы. Проект федерального закона о внесении изменений в земельный кодекс Российской Федерации и отдельный законодательный акт Российской Федерации. Включите режим голосования. Второе. Чтение. Принят. Принят. Принят во втором чтении. Принят. 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 Принят во втором чтении. Принят. 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 Пр Покажите результат. Принято во втором чтении. Было предложение принять третьим чтением. Если желающий выступить по мотивам. Нет. Включите режим голосования. Покажите результат. Закон принят. 19 пункт. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 25.8 части 1 Налогового кодекса Российской Федерации. Включите режим голосования. Второе чтение. Покажите результат. Принято во втором чтении. Принято. Было предложение принять третьим чтением. Если желающий выступить по мотивам. Нет. Включите режим голосования. Закон принят. 20 пункт. Проект федерального закона о внесении изменений в статье 31.61 Федерального закона об ипотеке. Включите режим голосования. Второе чтение. Покажите результат. Принято во втором чтении. 21 пункт. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с совершенствованием государственного контроля за осуществлением международных автомобильных перевозок. Включите режим голосования. Второе чтение. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...